Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать вам интересную программу, которую я накладил для камеры из мода Computronics. Сам мод это дополнение к моду OpenComputers, он добавляет всякие прикольные цифровые штучки, ну и среди них есть такая вот красивая цифровая камера, которая ставится как отдельный блок компьютера, как отдельный модуль. И, собственно, в последнем обновлении нашей операционной системы здесь появилось приложение Камера, давайте его запустим. На экране, собственно, надпись идет, что делаю снимок, и камера снимает, скажем так, нашу местность. Ну, у нас местность здесь трава, и на ней стоит такая вот фиолетовая буква А. И, собственно, камера ее сейчас сфоткала. Значит, что у нас, в принципе, есть какие возможности имеются? Наверху есть такая вот менюшечка, давайте кликнем, скажем, на кнопочку палитра, выберем черно-белое, и камера будет сейчас сфотографироваться в черно-белом режиме. Вот так вот. В принципе, особой разницы между цветным и черно-белым нет, ну, единственное, что цветной более симпатично смотрится. Вот так вот, сейчас термальную поставим. Вот так. Значит, какие еще есть возможности? Если мы кликнем на параметры рендера, мы можем выставить масштаб камеры, то есть это некий аналог, скажем так, цифрового зума. Если выставим, допустим, 61%, то у нас буква А сильно приблизится к нашей камере. Вот так вот. Если мы, собственно, выставим, так называемый параметр дальность рейкастинга, ну, в принципе, что такое рейкастинг? Если не выдаваться в дебре программирования, то это дальность, на которой камера будет воспринимать объекты перед собой. Вот так вот. То есть если мы выставим, скажем, допустим, 17 блоков, то мы сможем искусственно ограничить длину прорисовки, как бы, изображения на самой камере. То есть если выставим обратно на нормальный масштаб, 100% пусть будет. Сейчас посмотрим. То у нас, как бы, сильно будет ограничен обзор камеры. Вот так. И ограничены будут также цвета. Собственно, что у нас здесь еще имеется? Есть кнопочка камеры о программе. Здесь можно посмотреть, собственно, небольшую историю этой программки. То есть, как она вообще, собственно, кодилась, для чего она была на кожу и так далее. И есть также кнопочка выход. То есть мы выходим из приложения обратно. Ну, собственно, давайте поговорим о каком-нибудь практическом применении этой фигни. Так, снесем тут, собственно, фиолетовую фигню. Снесем нафиг саму камеру и экран. Нахер тут не надо на все. И построим какую-нибудь вот такую симпатичную дверку. Так. Так-так-так-так. Так-так-так. Это будет, скажем, некий аналог входа в наш дом. Сюда поставим камеру из Computronics. Вот так вот. Это будет наш дверной глазок такой. Куда-нибудь сюда влепим. Так-так-так. Где тут экран? Мониторчик. Соединим как-нибудь его под полом проводом с помощью. Так вот. Через системный блок как-нибудь проведем. Ну, в принципе, не очень красиво, но главное, что суть показать. Значит, прилепим к нашему монитору клавиатурку, чтобы можно было с ним взаимодействовать. И, собственно, включим компьютер. А, ну еще нужно посоединить непосредственно монитор к камере. Вот так вот. Вот. Теперь запускаем нашу операционочку. Так, ОС. Запускаем приложение камеры. И она будет фоткать все, что находится перед дверью. Вот так вот. Ну, давайте сделаем некий, скажем так, вид перед нашей дверью, что у нас дом находится где-то среди леса. Вот так вот. Сделаем какие-нибудь деревья, посадим. Вот так. Ну, понятно, что не очень красиво, но главное показать общий пример. Так. Заходим в монитор, нажимаем сделать снимок. И камера фоткает наши деревья. Ну, если бы понятно, что, в принципе, никого практически применения там нет. То есть она не способна фотографировать всякие там живые объекты по типу игроков или, скажем, мобов. Но, допустим, если вы находитесь на каком-нибудь закрытом бункере, где у вас нет возможности посмотреть так вот сквозь дверь или сквозь какую-нибудь стеклянную панель, то вы сюда можете глянуть в ваш дверной глазок и посмотреть на, скажем, некие послания, которые оставляют вам в виде блоков другие игроки на вашем сервере. Вот так вот. То есть посмотрим. Нажимаем сделать снимок. И она, собственно, сфоткает нашу местность. Вот наш 3D-член. И, собственно, если кому интересно, могу рассказать, в принципе, как эта камера работает. Значит, у камеры есть всего лишь один аргумент. То есть как программа работает. Она испускает так называемые лучи. То есть называется Ray Casting. То есть, собственно, Ray, луч, кастинг, создавать, буквально, кастовать, грубо говоря. И вы указываете, то есть насколько сильно сдвигать луч вверх и насколько сильно сдвигать, допустим, вправо. И вот так из камеры прямо вот отсюда, вот так вот луч идет, идет, идет. Сталкивается с каким-то объектом. И нам, собственно, возвращается некая длина, которую прошел этот луч. И на основе этой длины мы уже, собственно, рисуем нашу картиночку. То есть если длина маленькая, то цвет будет красным. Если там большая, то будет темно-синим. Если сиреным, то зеленым. И так далее. То есть примерно вот так формируется наше изображение на этой фигне. То есть, в принципе, понятно, что, как бы, никакой пользы от этого нет. Но, в принципе, это способно неплохо довольно-таки дополнить ваше какое-нибудь техническое жилище. То есть, чтобы украсть его как-нибудь. Вот. Ну, не факт, что, конечно, каждому это видео понравится, потому что все-таки это дополнительный мод. Но мод, в принципе, сейчас стоит такой почти на каждом индустриальном сервере. Мод называется Computronics. Вот так вот. Тут есть всякие прикольные штучки, всякие чат-боксы. То есть с ним можно вообще очень крутые вещи творить. Но мне лично понравилась такая вот камера. Так что всем спасибо за внимание. Собственно, ссылка на скачивание этой фигни будет, как всегда, в описании видео. Там одна единственная команда вот такая вот. Вот. Сейчас очистим экран. По стабильному рану 0.5 B1GU. Так. B1GU. И эта программа запускает инсталлер нашей операционной системы. В том числе, среди всех приложений там будет эта камера. Вот. Так что всем спасибо. Надеюсь, вам эта фигня понравилась. До новых видео. До новых встреч. До новых встреч.